Напоминаю, что мы сделали в прошлый раз. Немножко разбирались с тканями. И после этой основы собрали несколько вариантов простудковых. Первый вариант назывался кишечникосная. Самый простой из многоклеточных эументазоров. И пару вариантов червей. И посмотрели, что на самом деле разные черви, разный тип червей, абсолютно разные простудки. Единственное, что их объединяет, это строение опорно-двигательное. Это всегда кожная мышечная мышка. А все остальное совершенно по-разному. Сегодня мы будем с вами возиться с позвоночниками. С нашей группой. И здесь первая игра, которая совершенно необходима собирать. Надо разобраться с тем, что такое голова. Да, ну вроде это все знают. Да, ну а теперь давайте, младшая фракция, поднимайте ручки, кто может попробовать объяснить, что такое голова. Что биолог назовет головой. Часть тела отделена от остального организма шеи. Классно. У рыбы длинная шея? Нет. Прошу вас. Она отвечает за движение. То есть сидит. Она говорит, например, вопадает. Голова говорит, вся целиком голова. То есть челюсти говорят в хвосту, да? Глаза. Ага, вот это уже другое дело. В голове есть скопление нервных клеток, которые называются головной мозг. Хорошо, допустим, это все? Должно вас уже вчера говорить. Самое крупное скопление нервных клеток таракана совершенно не в голове. О том, чтобы вы назвали живот. У него что, голова в животе? Там, где находится, что? Ну, это уже было сказано, головной мозг. Ага. Вы ввели новое понятие. Передняя часть тела. Славное. Вы прилетели на планету Кирьям-Пам-Пам, и там вокруг вас бегут цурифольчики. Вы знаете, где у них передняя часть тела, а где задняя, а где боковая? Нет. А особенно, если цурифольчик не бегает и сидит. Ну, и где у него передняя часть тела, как вы скажете. Так, дополняйте. Ну, ребята, вы все время играете вокруг одного и того же. Вы все время играете вокруг головного мозга. Попробуйте еще какой-нибудь заход сделать. Хорошо, вас. О, уже интересно. Вот теперь, если вы все уже сказанное сложите, мы действительно более-менее головополучим. Но это же как-то действительно разобраться. Давайте вот такой конструктор соберем. Есть некоторое живое сочко, которое ведет следующую жизнь. Оно висит в Мировом океане, то есть не тонет и не всплывает. На глубине где-то 20 метров. Вот оно здесь, на поверхности 20 метров, вниз 5 километров, налево и направо, там, где материки бог узнает. Хорошо. Оно само-таки не движется. Кто, кстати, знает, как называются такие обитатели водных сообществ, которые сами активно не движутся, а просто висят? Планктон. Вот это есть планктон. Планктонное существо, которое либо совсем не умеет активно двигаться, либо вообще-то умеет, но взять и плыть против течения у них не выйдет. Поэтому в конечном итоге все равно уносит течение. Вот это планктон. Ну и берем такой планктонный организм, висит. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, с какой стороны вероятнее всего появится пищевой объект для этого организма? Сверху, снизу, слева, справа, спереди, сзади? Снизу. Снизу. Почему? Потому что сейчас как раз это на деку. Ага. И пищевой объект 5 километров будет подниматься, да? Со дна к этому существу. Светлый сквал. Долговатый сдать придется. Слева или справа? Слева или справа. А почему не спереди, не зали? Ну, вон, 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 вон. Да. Со стороны течения, наверное? О, не выходит, ребятки. Этот зверь ведь не плывет. А это значит, его несет течение. Скажите, пожалуйста, относительно течения у него какая скорость? Скорость течения. Вот здесь это же течение несет пищевой объект. Скажите, он будет приближаться к зверю или не будет? Да нет, он так и будет висеть. С стороны течения для пантона ничего интересного не произойдет. Сверху, а почему сверху? А, ребят, теперь подумайте аж. Везде вода, везде океан. Слева, справа, сверху, снизу, спереди. За любой стороны, вероятнее всего, появится пищевой объект. С любой. То есть, совершенно с одинаковыми вероятностями со всех сторон. Следующий вопрос. С какой стороны, вероятнее всего, появится и хищник? С стороны течения. С стороны течения? Еще раз я говорю, пантону совершенно не важно, есть течение или нет. Он в нем висит. Может быть, со стороны, вот, справа, против течения, пантон будет приближаться? А хищнику надо дратить силы для того, чтобы висеть против течения. Что-то вообще. Угу. С любой. С любой стороны, совершенно одинаковая вероятность появления хищника. Хорошо. С какой стороны, вероятнее всего, появится половой партнер? С другой. Почему я эти три сферы взял? Просто ничего более важного для живых существ нет. Три важнейшие задачи. Первая задача, чтобы тебя не съели. Потому что если тебя съедят, на этом все кончилось. Вторая задача, самому надо поесть. Если я сам не ем, то на этом тоже все кончилось. И третья задача, необходимо размножиться. Потому что если я не размножился, то на мне все кончилось. Дальше такая программа, сколько бы времени не прошло, не повторится. История этой жизненной формы завершится. Вот три важнейшие сферы. Смотрим, вероятность появления агента со всех сторон одинаковая. А вот теперь по поводу сборки конструктора. Ваша задача, принципы сборки живого существа, которое обитает в таких условиях. Где будете ставить, с какой стороны будете ставить органы чувств? Со всех. Со всех. Можно ли выделить какую-то зону, где вы соберете больше органов чувств? Нет. Нет, это совершенно бессмысленно. С какой стороны будете ставить органы манипулятора? То есть те органы, при помощи которых можно действовать? Со всех. Со всех. Значит, что мы получаем? А мы получаем вот такой вариант организации тела. В каждом секторе ставим свою систему органов чувств. Вот чувствительные прядочки. Которые передают сигналы на этот орган манипулятора. И где будет стоять центр обработки информации? В центре. Не, ребят, не в центре. Смотрите, если я в центр буду передавать, потом из центра получу. Да? Значит, расстояние передачи сигнала увеличивается. А это значит, что со временем скорости реакции? Значит, прям... Уменьшается скорость ответа. Где лучше центр ставить в таком случае? А прямо здесь? Здесь ставить. Следующий сектор. Свой орган манипулятор, свой набор. Органы рецепторов, свой центр. Следующий. И так далее. Вот у такого существа есть что-нибудь похожее на клуб? Нет. Нет? Такой принцип организации – радиальная симметрия или лучевая симметрия. Если провести центральное стерло, то тело можно нарезать на дольки, проводя плоскости. При этом строение каждой дольки, что нужно сказать в основном, в основном, ровно так же. Существуется такой симметрия, в каком случае возникает? Когда условия существования данного зверя однородны или неоднородны? Однородны, когда со всех сторон все одинаково. Однородны. Это в однородной среде у нас формируется организм лучевой симметрии. А теперь я вот такой лучевой зверь и решил лечь на дно. Я взял улюбку на дно. Но органы у манипулятора у меня есть. И я, цепляясь имя за У, двигаюсь вперед. Теперь посередине вот этого свободного пространства лежит котлета. И я, цепляясь манипуляторами, к этой котлете приближаюсь. Вопрос. Какую частью тела я наткнусь на котлету? Си. Так, си сразу? Три. А вот и не любой, подумайте. Среда теперь стала неравномерной. Я не могу с одинаковой вероятностью, что ты во все стороны. Три. А какую часть он зовет в переднюю? Посмотрите на эту схему. Здесь можно переднюю выделить? Животом. Дом. Наверное, все. Здесь будет один тоже. Вот наша лучевая схема. Можно ли здесь выделить переднюю и заднюю сторону? Не так. Не, они все это нашли. Хорошо? Мы хотим, чтобы вы в которую вы видите? Именно так. В той стороне, которая находилась по направлению движения. Допустим, котлета лежала вот здесь. Так? В какую часть я делаю, я на нее налечу. Какой направлению движения. Да. Вот. Вот направление. Именно этой частью я и налечу. Хорошо. А если бы я двигался вот этой частью вперед, я бы какую налетел? Такую. Да. Этой бы налетел. Хорошо. А теперь посередине, там же посередине плоса лежит капкан. А я ползу в кухню. Вопрос. В какой частью тела я попаду в капкан? В той, которая находится по направлению движения. Вот при перемещении в неоднородной среде, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл создавать тело из одинаковых секторов? Нет. Нет. Надо выделить приоритет какому-нибудь одному, отдать приоритет, конкретному сектору и собрать туда все окна чувств. В этом случае вот такой лучевой зверь может с одинаковой вероятностью ходить в разные стороны. А как только у нас приоритетное направление выделилось, тут что окажется, нам одинаково удобно ходить всеми лучами вперед или лучше двигаться к каким-то определенным лучам вперед? Каким? Тем, на котором мы снесли все основные рецепторы, все основные органы чувств. Классно, допустим, родился мутантик, у которого неравномерно распределены рецепторы. Просто из-за мутации один из секторов получает преимущество. Вот здесь собралось сто пятьсот рецепторов. Скажите, пожалуйста, такой зверь при движении будет двигаться куда угодно или разворачиваться сначала, а потом двигаться? Разворачиваться. В общем, разворачиваться он так вот, чтобы этот сектор всегда оказывался по ходу движения. Скажите, пожалуйста, а где ему центр управления теперь надо ставить? В этом рецепте. Конечно. Значит, на самом деле от рецепторов по всем остальным направлениям мы не отказываемся. Просто какое количество? По всем остальным направлениям, кроме доминирующего? Меньше. Поменьше, конечно. Поменьше, конечно. Мы получили такое соединение органов чувств и центр переработки информации. И дальше еще одно важное сообщение. Кто запомнил, как называется ткань, задачка которой образовывать внешние границы тела? То есть окружать и защищать скопление живых клеток. Эпителий. Совершенно верно. Хорошо. Вот у нас есть эпителий. Как поважено, если сравнить два эпителия? Эпителий, допустим, кожи у человека и внутренний эпителий в легких. Как поважено, с задачами защиты, какой эпителий справляется лучше? Разумеется, кожи. Разумеется, кожи. Это ее главная задача. А можно ли настолько же качественно защитить эпителий в легких, сделать его бронированием? А почему нельзя? Потому что тогда мы не сможем дышать, они же расширяются, когда мы дышим. Ага, не можем дышать, смысл не сможем втягивать и выталкивать воздух. А я поставил нижний насос. Ну, то есть я вдохнул человека, да? И приставил насос ему к носу. Вот, видите, у него сами растягиваются не могут, но я туда накачиваю воздух. Вот я накачал туда воздух. Скажите, а от этого к редкому телу этого человека ты чуть-чуть легче станешь? А почему? Ну, я же вроде накачал воздух в легкие. Какие варианты ответа? Прошу. Вот это слово о том, что называется дыхание. Дыхание – это не вдох выдох совершенно. Вдох выдох – это совершенно другой процесс. Прошу вас. Можно прислаживать сапу через герки? Да, разумеется. Да, разумеется. Зачем мы воздух втягиваем в легкие? Вот раз, зачем? Кислород к редкому головному мозгу нужен? Да. Но как же он, интересно, от легких попадает в головному мозгу? Через кровь. А для этого куда должен кислород попасть? Из легких. Из легких. А вы взяли и сделали бронированным внутренне эпители и легких? Да. И что? Кислород кислород может быть. Можно ли настолько надежно защитить эпители и легких? Нет. Нет. Сквозь. Пройдет без обмен. Можно ли настолько же эффективно защитить эпители и кишечника? Нет. Я взял и поставил в букву защиту на эпители и кишечника. Нет. А почему нельзя? Отстанавливается. А питательные вещества не пройдут в кровь. Ну-ка вспоминайте прошлое занятие. Вы с реализатором, он у вас в желудке. Вопрос, он внутри вашего тела или во внешней среде? Во внешней среде. Конечно, во внешней среде. Чтобы попасть внутрь тела, совершенно необходимо пройти сквозь слой предкопителя. Они же покрывают поверхности всех клеточных скоплений, внутрь всего тела. В результате внутренние эпители бронировать нельзя. А теперь вокруг нас, в окружающем мире, масса опасностей. Кожа от них нас защищает. А теперь мы собираемся что-то засунуть внутрь себя. Допустим, я собираюсь засунуть внутрь себя завтрак. Значит, он попадет в ситуацию настолько же надежной защиты, как защита через кожу, или нет? Нет. Пищеварительная система не может иметь такой надежности. Надо сам принцип организации другую построить. В результате, что надо сделать с любым объектом, который вы засовываете в себя? Не до вражевывания. Не дай бог, вы это не сделали, а сразу начали жевать. Пережевывание – это и есть измельчение. Вот городские дети 21 века. О том, как устроена жизнь, понимание, ну, мягко говоря, средненькое. Дезинфицирует чем будем? Свалить. Свалить. А вы в цели. Плюс, скажем, ну, как вы себе представляете, допустим, дождевого червя, который варит все свои пищевые объекты? Ведь это же задача абсолютного улучшения всех. Свалить. Смочить слюну, чтобы проглотить можно было. Но не дай бог, вы не сделав одну серию операций, начали что-то проглатывать или смачивать слюну. Прошу вас. А откуда вы знаете, на нем же написано. Что надо сделать? Да, ребят, исследовать его надо. Обоняние. Осязание. Зрение. Зачем нам даны? Чтобы видеть красивое. Да, ребят, прежде чем себя засовывать, надо понимать, что вы собираетесь в себя засовывать. Именно эту информацию собирают оконы чувств. Где у нас в случае разрушения лучевой симметрии, вот, дайте у первоначальника, при лучевой, у нас все оконы чувств стояли равномерно везде. Теперь, мы легли на дно, среда стала неоднородной. Все органы чувств собрали на одном конце, теперь ползая вперед, именно этой стороной. Что еще имеет смысл даже подтянуть? Здесь все главные органы чувств. Портовое отверстие. Зачем? А для того, чтобы использовать эту систему для анализа того, что вы собираетесь вводить в свой организм. Вот теперь мы получили полный набор признаков той части тела, которая называется голова. На нормальной, полноценной голове сосредоточены, во-первых, органы чувств, во-вторых, центр обработки информации, которые они получили, и в-третьих, как правило, ртовое отверстие. Ну, а глаза-то что? Это зрение. А зрение-то что? Это органы чувств. Это органы чувств, те самые, о которых мы говорили. Хорошо, получили. При этом переход от одной конструкции к другой совершается не то, чтобы сразу, а для этого нужны десятки, а лучше сотни миллионов лет. Поэтому, часто как бывает, предки какого-то существа ввели вполне подвижного проживания. А потом их потомки, часть потомков, приспособилась к неподвижному обитанию. Скажите, ну и нужна ли им вот такая голова, чтобы узнать, куда идти, если они вообще не ходят? Нет. Нет. Но план строения остался? Да. Остался. И будет даже у неподвижного существа проходить сборка конструктора по устаревшим чертежам. По чертежам, соответственно, активного, подвижного существа с выделением головы, с выделением раствор головного мозга, хотя для реальной жизни им это сейчас без надобности. Хорошо. Итак, с головой разобрались. Спасибо. Спасибо. Спасибо.